Здравствуйте, мой дорогой зритель! И это 10 выпуск передачи Вот это да! Самой позитивной и положительной передачи по нашей любимой игре по миру танков. Ну а пока здесь статист из топового клана разбирает всю команду противника, я хочу сказать, что сегодня каждый реплей, который засветился в нашей передаче, вернее его хозяин, тот, кто его прислал, получит 500 голды от нашего спонсора. Назовем его Олег. Спасибо, Олег! Дело в том, что он не захотел сильно светиться и пожелал остаться неизвестным. Но имя его, надеюсь, я сказать все-таки могу. Еще раз спасибо! Ну а ребята, которые здесь засветятся, получат вознаграждение. Итак, что происходит у нас здесь в бою? Статист на СТБ разваливает практически всю команду противника, но союзники все-таки продолжают сливаться. И сливаются они с такой скоростью, что противники сливаются гораздо медленнее, несмотря на напор нашего героя. Но, собственно, речь вовсе не про него, а про Объект 140 со странным ником Дувахкин, что бы это значило, я, к сожалению, не знаю. Но он всю дорогу ездил за нашим статистом и помогал ему. Ну и не то, что помогал, он принимал активное участие. И обратите внимание, что он сейчас сделает. Да, он закрывает танк союзника своим телом и тем самым спасает ствол. И после того, как СТБ все-таки добьют, 140-й затащит этот бой. И выяснится, что мало того, что 8 фрагов у нашего статиста и 6 с лишним тысяч урона, то 140-й-то не сильно-то от него отстал. Бывают такие игроки. Спасибо им за то, что они есть. Это очень здорово, когда точно знаешь про простую вещь. Если тебе вдруг на улице станет плохо и ты упадешь, то найдутся люди, которые не просто переступят через тебя и пойдут дальше по своим делам, а которые остановятся и окажут тебе помощь. Ну, на крайний случай вызовут скорую. Примерно так поступает наш следующий игрок, Руни16Рус, который на своем маленьком китайце помогает своему собрату на ТИПе 59 вырваться из-за подни, в которую тот попал в перестрелки с врагами. Но при этом сам застревает. Ну, ТИП 59 не мог просто так уехать. Он увидел, что друг, который ему помогал, тоже застрял на том же самом месте. Надо что-то делать. И он подъезжает, выталкивает своего спасителя. И в итоге, так как время заканчивается, а это все-таки режим штурм, нужно сбивать базу. И с этим оба китайца прекрасно справляются и вытаскивают, собственно, этот бой. А ТИПу 59 удается еще и фраг взять дополнительно в свою копилочку. Хочется добавить, что ребята абсолютно не знакомы друг с другом. Они не взводные, они просто случайно попали в один бой. А это карта Карелия и маленький Китай СТ-34-1. Как вы думаете, как можно одолеть более сильного противника в бою? Ну, конечно же, при помощи пушки. Понятное дело. Ну, можно же еще и таран применить. Но если он более тяжелый противник-то, не особенно потаранишь. Ну, тогда, пожалуй, придется прибегнуть к хитрости. Маленький наш китаец берет своего противника ТИПа 59-го и выталкивает его в лужу. И тот успешно со временем тонет. Вот так вот. Цель потоплена. Ну, практически игра про корабли, а не про танки. Когда случается какой-нибудь забавный баг, это даже весело. Поднимает настроение. Но только не в этом случае. Здесь наш герой на 140-м проскакивает, немножечко отвлекается, врезается в камень. И минус 1000 хп. Минус мехвод, да еще и башня закритована. Вот это номер. Вот это баг. Не, ребят, это, наверное, все-таки ошибочно. Не из этой передачи. На каждом уважающем себя подъемном кране написаны одни и те же слова. Не стой под стрелой. И да, это рубрика «Выстрел на миллион долларов». Стреляем в сушку, а попадаем в какого-то Т-71, который пренебрег этими правилами и решил стать именно под стрелу крана. То есть, в данном случае я даже не понял сразу, куда улетел снаряд. Но давайте посмотрим еще раз. Вот здесь сводится FCM. Вот он стреляет в сушку. И... Так, и... Я сказал и... И уничтожает Т-71, который где-то проезжал мимо за спиной сушки. А следующий наш реплей из тренировочной комнаты, где ребята целиком издеваются над картой Сталинград. Там оказалось огромное количество всяких нычек, небольших багов и просто недоработочек. Обратите внимание, куда заезжает наш пазик. Это ведь можно как-то даже применить. Мало того, что сюда вот как раз в этот домик можно заехать, как оказалось, можно еще и выехать. Ну и народ здесь просто развлекается на позитиве. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И прошу вас, ребята, если вы присылаете свои реплеи мне в группу ВКонтакте, оформляйте все, пожалуйста, по правилам. Их такое огромное количество мне просто не пересмотреть. Если они хорошо оформлены, тогда и смотреть их приятней и проще. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok